кончилась глава юность у нас доблесть 1820 максимум а по сути это только половина игры опасный соперник красноречие 9 тайные планы на самом деле конечно хорошо иметь какой-то навык высокий но будет столько выборов где нужны будут и другие в принципе на дипломатии 14 нужно для судьи есть от пара тайные планы хочу сказать никогда не знаешь когда не пригодятся но когда они пригождаются просто отлично так 20 лет я вернулся из столицы другим человеком я вступил во взрослую жизнь но и мой город уже не был прежним меня ждали бурные и тяжелые времена слова 4 мир как музыка не тихо на чуть тихо до за окном экипажа проплывает земли провинции магра пустые и сушеные древние магии ты на родине но ты уже не тот мальчик который уезжал в столицу по этой дороге этой же дороге 4 года назад возвращаешься дворянином и судьей ты продолжишь семейное дело тебя ждет судейская служба в префектуре родной провинции еще пара часов пути по пыльной дороге и ты прибудешь домой в анизоте карете душно ты отвык от такой жары плотно закрытые занавески не помогают жара напоминает тебе о детских годах снова ты снова увидишь родных ожидании встречи с домом ты вновь достаешь последнее письмо от отца раза разом ты вчитываешься в тревожные слова отца готовясь к тому что ждет тебя на твоей первой настоящей службе я очень жду с твоего возвращения мой сын морсис какая гордость для нашей семьи уже третий судья в нашем роду ты займешь судейный пост в трудное время император лишил лишил герцога торквини мелани до должности наместника и отдал я своему брату гая тембесту теперь нашу провинцию раздирает вражда между новым наместником и герцогом дворяне как впрочем и простые жители магра раскололись на два лагеря и кто верен вассальным клятвам древним традициям остаются на стороне герцога меланида многие судьи чиновники и военные поддерживают нового наместника гая тембеста хоть он и умереннее и осторожнее своего брата корнелия но тоже наберен шаг за шагом идти к обновлению государства и примирению сословий а вот военачальник нашей провинции дариотон как и другие аркны и возмущен что герцога меланида и лишили возможность до лишили должности наместника войска вот она конечно теперь прямом починить гая тембеста но всем известно что на самом деле он остается верен герцогу когда открытой войны между гаем тембестом и герцога меланида не дошло но я боюсь что рано или поздно они вцепятся друг друга нам в префектуре все чаще приходится разрешать судебные споры между дворянами простолюдинами но в империи все еще нет единого закона который бы твердо установил про право право сословия поэтому в таких делах каждый судья полагается на свой ум честь и совесть ты выбрал служить закону и впереди у тебя огромная работа ты поступаешь под начала префекта агюстина эльберна он давний друг нашей семьи не ему как никогда нужны надежные соратники с нашей поддержкой префект сумеет изменить любую провинции жду тебя в анизоте мортис выбираешь письма за пазуху вместе впереди уже виднеется городские стены анизоте служба префектуре будет непростым делом но ты сперва отправишься в родной дом чуть погромче сделать так важнейшие события которым закончится за это глава который мы не будем читать потому что спойлера еще спойлер дело чем можно закончить сделал тоже спойлер раздел дела теперь доступен продолжить голосование готова готова возвращение домой карета останавливается знакомые ворота окно твоей спальни откуда ты порой вылазил по ночам ухоженный супный сад радующая глаз зелень любыми и матушкой лиловые ирисы крыльцо с которого ты часто спрыгивал в детстве ты дома прикоснувшись диверные ручки ты на мгновение замираешь прошло целых четыре года а ты будто только вчера уехал в атерну внутри как всегда прохладно отец не уносит духоты и все время велит проветривать стороны отцовского кабинета раздаются торопливые шаги не успеваешь заснять дорожный плащ как тебя до хруста стискивает в объятиях стивом брат стал шире и выше и шире в плечах когда он сравняется ты замечаешь какими жесткими стали черты его лица устал еще больше походить на деда ну ты и вымахал до четыре года мортис глядите на него уезжал мальчика просто людином вернулся господином бронте как я рад что мы наконец-то что ты наконец-то вместе с нами благородным сословия в ответ ты протекаешь брату сверток с подарком спонбережная разворачивает бумагу при виде шпаки на его суровом лице появляется мальчишеская улыбка она прекрасна чудесный подарок брат может пора уже коллекцию собирать как думаешь успеется степан лучше пусти кое меня посмотреть на новую студию перифектуры отец подходит себе протягивает руку ты пожимаешь ее крепко и отнимаешь родителя отец постарел сгорбился стал сильно щуриться уголках рта за легли складки в темной шевелюре и в усах появились серебристые нити отступив в сторону отец оглядывает я с головы до ног вот это стать вот эта выправка у тебя были достойны учителя как я горжусь что ты справился сын с гостиной выходит матушка который за руку поддерживает на там ты тут замечаешь признаки болезни о которых родные упоминали в письмах матушка совсем сутулилась посидела лицо покрыла паутина морщин кожи потеряла прежние краски едва может стоять без чьей-то помощи там подвод матушку к тебе медленно очень аккуратно она обнимает тебя ты прижимаешь лицо к ее плечу вдыхаешь почти забытый на такой родной запах матушка держите за плечи долго глядывая свое лицо сынок как долго тебя не было дома как же ты вырос а ведь совсем недавно я качала тебя на руках ты так похож на своего брата в молодости господин можете забраться следы кто все эти люди особенно вот младший брат пленок тебе подходит на там младший брат уже догнал тебя по росту его волосы отросли почти по плечи только взгляд все такой же растерянный как самого детства а вот это вы непутевый младший брат вот что ни капли не изменился не повзрослел за это время никакую семинарию семинарии он так и не поступил так что тебе просто болтается без дела а так тяжело вздыхает и неловко хватать и за плечи я рад что ты вернулся мортис без тебя дом как будто не тот слезь не заданной сахмыканье все оборачиваются наверх от ступеньки скрестив руки на груди стоит gloria она где-то по мужской моде штаны суртюк швейный платок с крупной булавкой шейный платок с крупной булавкой вся семья ждет когда она поприветствует тебя степан неодобрительно качает головой стра ступая тебе словно преодолевая себя остановишься нескольких шагах от тебя gloria кланяется приветствую нового господина бронте в его доме стра вытянулась и похудела под глазами и темные круги будто от недосыпа или частых слез но довольно довольно любезности пойдем обедать лидия приготовила била для тебя настоящий пир впервые за долгие годы вся семья вновь а в сборе сегодня ты наконец сможешь уделить внимание кому-то из родных так стоп конечно брал голосовалку прошу пишем циферки отец отец был а дал не знаю может то что мы из из писем отца все узнавали как я люблю этот трек так практически борьба у нас золотая степанов чат на 50 давайте 22 в какую-нибудь сторону перевеса сделаем натан натан 3 2 1 завершаем а стоп пожалуй последний момент ладно давайте теперь так только три четыре оставлю поехали еще раз ровно сюда чат сейчас сейчас живет час страдает чат решает так ну степь сезон банов за обедом твое не ясняешь как идут дела у натана 2 1 просто побегают младшего брата смятение я старался как мог учил благословие читал книги когда местами спрашивает семинария что совсем другое начал говорить не знаю что меня нашло нет священник спрашивает чем человек может увидеть любовь близнецов к себе а я возьми и скажи прощение что такое говоришь с ног в лице никому никогда никому не простят ни одного греха как бы мы тогда смогли исполнять их замысел все бы тогда делали что хотели потому что боги их все равно простили глаза на то он наполняется печалью вот и священник так сказал вон и семинария не очень я и упал вот теперь я не знаю куда мне податься вот и помолчи тогда хватит нам слушать про невзгоды простолюдинов такой такой уж у ваш удел пусть можете с нам лучше расскажет своей жизни в столице свелли ты полезные знакомства наш семья сейчас не помешают связи тебе приходится перейти к рассказам о своих последних четырех годах в дарне и все это с натаном ты продолжаешь лишь вечером устраиваетесь на заднем крыльце подальше от остальной семьи хотя бы тебе есть для меня дело брат ты со мной всегда возился жаль тебе наверное что такой непутевый вырос плохи мои дела стараюсь хотя бы матушки заботиться она часто отвечает не попадали просто молкает посреди разговора вот так как сегодня а болезнь все точит ее знаешь если матушка угаснет она ведь может уже не возродится боюсь подумать что будет с отцом и с глорией лори тоже приходится не сладко спан последний год общается обращается с нику уже некуда думаю он хочет выжить ее из дома чтобы она больше не порочила имя бронде своим происхождением у степана ведь теперь одна забота добиться для сви дворянства меча а глория для него просто помеха на этом пути вы долго сидите в молчании глядя на темнеющее небо и все ярче горячую на нем полосу сияющего столпа семью бронде ждут непростые времена плюс со степаном ношением первый день службы сегодня день начала твоей судейской службы ранним утром ты облачаешься вновь суртюк повязываешь на шею платок надеваешь шляпу приводишь себя безокресненный вид вдвоем с отцом вы отправляетесь в префектуру мы и судья префектура с недавних пор расположилась сама на центре анезотия в новом массивном здании из белого песчаного камня сверху нависает скульптура каменный меч младшего символа божественного закона которому должен следовать закон земной ведь здесь решаются все судебные споры жителей провинции подсосом поднимаясь по мраморным ступеням минуя толпящихся под колоннами просителей истцов мещан торговцев мелых дворян ну что сын а вот здесь и начинается твоя служба империи я уже говорил тебе что ты вступаешь на пост в разгар большой борьбы но мы тебе совет следуем ему примеру и держись своего начальника господина эльборна он достойнейший человек тому же почти родственник тебе пошагайте мимо залов для судебных заседаний поднимаясь на трое этаж где расположены кабинеты и приемные судей в тесных коридорах пахнет старой бумагой отовсюду несутся приглушенные голоса основе секретарей и жандарма отец провожает тебя до конца коридора где расположен кабинет эльборна время прессать перед господином префектом мортис помни о дружбе наших семей сучастлив поезд кабинет просторный обжиг дубом обставлен со вкусом но беспоказной роскоши на стене висит флаг провинции с белым грелом за внушительным столом заваленным гипами бумаг погружен свои дела барон агустин эльборн вспоминаешь как он изредка приходил в гости ваш дом с тех пор на его всегда сосредоточенном лице прибавилось морщин эффект отрывается от бумаг его лицо оживляется он встает подавая тебе руку молодой мортис бронте приятно вновь вас видеть как вы возмужали пока были столицы не известно что вы хорошо появились а в университете города не дотте и всей нашей провинции сейчас как никогда нужны достойные знающие судьи добро пожаловать на службу империи зам судейного дела вы уже обучены но служба в префектуре это не только умение разбираться в наших будем честны порой весьма запутанных и править его речи в их законах посмотрите вокруг провинция кипит от споров между сословиями между старым и новым дворянством разбогатевшими простолюдинами бедняками а нам с вами судьями судим нужно управляться со всем этим кипящим котлом если мы будем во всем следовать древним традициям и привилегиям дворян придем в отчаяния простое сословие из-за давим их надежды на свободу а если явно станем на защиту простолюдинов вызовем на себя гнев знать про т прошу вас быть осмотрителем мир провинции висит на волоске 200 чем приведет каждое ваше судебное решение прежде чем вынести вердикт сперва вам нужно освоиться на норм вам месте начните сегодня же вас уже ждут первые тяжбы назначенные вам на разбирательство ступайте господин бронте ваш кабинет уже готов что ж на пусты окончены начинается служба трудно что у него кабинет по именной таблички господин мортис бронте судья дуречит тесновато но по-своему уютно крепкий стол с пищевыми принадлежностями большое резное кресло стулья для просителей утренний свет из окна путается в тяжелых шторах на столе уже ждут распоряжение постановление и прочие служебные бумаги даже было погружаешься в них когда расстается стук в дверь на пороге появляется щегольский одетый господин его массивная фигура неожиданно изящно склоняется приветствием color love у граббер граббер дрова кронске приехали мы в анизоте и на пост судьи и бываем см не бронте поздравляю с началом службы мое имя карло фу граббен я как и вы и скромный служитель закона дозвольте выразить надежду что между нами установится прочная дружба знак будущей дружбы позволит я сразу предостеречь вас от некоторых опасностей на вашем пути безусловно как верный услуга империи вы обязаны исполнять волю своего начальника господина эльборна а так не пренебрегайте остальными судьями это в высшей степени достойные благородные люди и к ним важно прислушиваться если вам будет угодно господин бронте я могу вам я помогу вам завести необходимые знакомства среди благородных судей вам будет на кого опереться в вашем без сомнения славном пути на службе империи я не смею вам больше более мешать но если вы готовы обзавестись ценными связями мой кабинет прямо напротив вашего откланившись судья фу граббен исчезает за дверью ты остаешься за столом в одиночестве за окном поднимается жгучее солнце сегодня важный день нужно сделать свой первый шаг на новой службе чему ты его посвятишь как вы широкий мужик до хорошего человека должно быть много с отцом отношения нам нужны больше двух час пять так но большинство за батю ты в одиночестве карпиш над бумагами и предстоящими делами но скоро вспоминаю что совсем рядом кабинет твоего отца еще в школьные годы он помогал тебе осваивать премудрости имперского права почему еще час не воспользоваться его опытом и наставлениями я доверяешь дело в сторону и выходишь за дверь отец стоит у окна своего кабинета в глубокой задумчивости в руках письмо с герцогской печатью обернувшись он хлопает тебя по плечу и расспрашивает о встрече с господином эльборном ты пришел дать совет и рассказать больше о положении девок в префектуре сын будь осторожен господин эльборн пока присматриваться себе но его можно понять из-за своих взглядов префект с шатком положении он может опереться лишь на несколько судей которых которые твердо стоят на его стороне я из их числа но даже я не стану рисковать благополучием семьи и навлекать на нас гнев вышестоящих большинство судей часто разрешают разрешат любой спор между дворянином и простолюдином даже зажиточным в пользу дворянина каким бы не были обстоятельства дела а правосудие тут речи не идет и только если тяжба идет между двумя людьми по ростового сословия судьи станут руководствоваться законами господин эльборн хочет шаг за шагом изменить это он стремится установить власть имперского закона доцепиться слоями в равной степени на этом пути у него нет у него множество врагов начиная с герцога меланида и верные умолены военачальника оттона заканчивая нашими же коллегами судьями сейчас за эльборном стоит поддержка гая темписта но наместник может отвернуться от префекта в любой момент мой тебе совет соблюдай осторожность не навлекай на себе ярость других судей п но по мере сил помогай эльборну распространять власть закона и на дворян не забывай что от твоих приговоров зависит не только продвижение по службе любое неосторожное решение может привести нас к опале хорошо что пришел ко мне за советом прежде чем начал выносить первые вердикты уверен ты справишься с любыми испытаниями не зря ведь наша семья готовила тебя к этому пути самого детства вы беседуете дальше отец делит своим опытом какому порой удалит удается принимать справедливые решения в межсословных спорах не подвергая при этом сомнению привилегий дворян просто люди на не верят своему счастью когда их жалоба на дворянка хотя бы частично удовлетворяется багряные закатные лучи пронизает отцовский кабинет день на исходе когда вы вместе идете по коридору другие судьи проявляют вас многозначительными взглядами среди них и твой новый знакомый господин фук граббин доброго вечера господин бронте отрадно видеть такое согласие в семье очевидно разрешать дела вы также будете одинаково юноша зря все-таки пренебрегли пренебрегаете моим предложением не стоило бы вам все время держаться отца полагаю вы уже немаленький мальчик то разумеется решать вам по граббин вежливо раскланивается на прощание отец также отвечает его сдержанным поклоном не выдавая чувств успеем префектуры вас ждет карета в первый день на службе подошел к концу пора возвращаться домой собственно платка дела который у нас появилась нас есть карьера поддержка волосей дворянского сослоя на пути к креслу префекта провинции маг то есть сами понимаете 0 это будет плохо 10 скорее всего тоже будет плохо правосудие это сила закона провинции то есть одно в пользу идет в сторону скажем так дворян правосудие идет в сторону простолюдин опять же 0 упадок префектуры плохо 10 власть захвата народом плохо и вот на такой тон тоненькой льдине нам нужно балансировать чач иначе беда карьеры минус 1 правосудия плюс 1 цены у нас дипломатия плюс 1 ты приступил приступил к службе в префектуре магри так ну почитаю насколько голос хватит часок прием в доме бронте следующим вечером ты возвращаешься домой после небольшой прогулки по городу два ты успеваешь переступить порог на встречу тебе выходит степан и зовет на разговор в отцовский кабинет выставите отца за кипа писем которые он размашисто подписывает одно за другим сын у нас с степаном тебе важный разговор пока ты был столицы наша семья подала наместнику прошение о дворянстве меча в нашем роду уже есть благородная кровь в третьем поколении мы имеем право на потомство и дворянство еще ваш дед начал добиваться дворянства меча как только родился степан и вот теперь мы на пути к тому чтобы стать наконец-то эль бронте если на месте гайта пец и знать провинции сочтут нас достойными то нам будет дарован потомствует титул все дворяне рода бронте станут благородными навсегда как и их потомки мы с отцом прикладываем все силы чтобы поддержать положение семьи достигнем цели только если облик нашего рода в глазах благородного общества будет безупречен знать будет следить за каждым нашим поступком отец кладет руку тебе на плечо теперь это и твое дело от него зависит будущее семьи нам нужна достойная репутация и достаток на это влияет каждый кто носит фамилию бронте помню об этом мортис делая каждый свой шаг нам нужно показывать себя перед высоким показ показывать себя перед высоким обществом анизоте скоро устроим дома прием для знать кто же должен поддержать честь семьи брат расскажешь гостям и новости из атерны представишь себя в выгодном свете всю неделю семья во главе сестра на при охвачена приготовлениями к большому приему дома бросать украшениями и новой посудой на кухне круглыми сутками готовится угощение на салфетках теперь вышла дубовая ветвь в цепях герб семьи бронте только глория пренебрегает общим делом нагибы моей не было в этом лицемерном сборище но я не хочу подводить господина роберта только ради этого и останусь дома наступает вечер приемом дом наполняют чинные разговоры и звон бокалов среди гостей собралось немало знатных и влиятельных господ отец стефан лавирует между ними стремясь уделить внимание каждого обе стиль полу и можете рад вас видеть расскажите как прошли ваши годы в столице вы обмениваясь вежливости с высокопоставленным родственником тем временем глория и матушка скромно сидят на диване у стены не привлекая все внимание ни отец ни старший брат не стали представлять их высоким гостям только один из гостей молодой дворянин меча джозе эль пелете весь вечер завороженно глядит на глорию сестра в недоумении отходит глаза госпожа глория вы подлинное украшение вечера какая смелость в вашем облике я не видел такого даже в столице когда ты проходишь мимо до тебя доносятся быстренько под глорией мортис прошел поговори со мной о чем-нибудь это господин эль пелете за мной повсюду следует мне не по себе что ему до меня я же безродная простолюдинка пойдем вместе в другую гонизала хотя среди этих благородных господ мне все равно не затеряться гляди-ка это же живописи с дюренте интересно а что он делает так далеко от столицы вот бы он написал семейный портрет запечатлением на холсте что мы все же одна семья с бокалом в руке ты оглядываешь переполненную гостиную пора решить на что потрачуешь этот вечер поделиться вестями это демонстрирует гостям знание столичной жизни писать мать и сестру понятно такая семейный портрет у дюренте убеждаешь на миды жарописты написать портрет рассказать о победе на турнире ты заслужил право похвалиться воинскими достижениями победа на турнире так бы было закрыто без этой победки здесь манипуляции либо красноречия здесь дипломатия тут все понятно все понятно боксер на вид расскажи что платок украли в детстве стоит тебе приблизиться к степану как он берет тебя под руку и подводит к почетному месяцу столом где вседает наиболее знатные из гостей позвольте представить мой младший брат господин морщи бронте недавняя столица заслужил там дворянство мантии портишь не развлечешь ли наших гостей историю мезотерны ты голландно представляешься и описываешь громкие столичные события праздник в честь совершеннолетия наследников в ППК гает им песта закрепить законом права дворян мантии проповедь патриарха луки чем-то упоминать о большом турнире которым закончилось обучение в университете напряженные поединки лучшие бойцы знатная публика заинтригованные дворяные просят рассказать кто же вышел победителем ты демонстрируешь гостям памятную ленту я повязала на твою шпагу сама дочь герцога октавия меланит в виде добравшихся проносится было одобрение вперед с кривой улыбкой выходит Жозе Эль Пелетье с которым ты дрался в последнем поединке но тот и верзает твою честную победу вы обменялись любезностями с товарищем по учебе Эль Пелетье прибыл в столице незадолго до тебя и занял крупный пост в ратуши молодые дворяне глядят тебя с завистью пожилая знать вспоминает турниры их времен и прочее тебе славное будущее степан сияет не терял время солицы даром мы прославим тебя на весь анизоте тебя и всю нашу семью кстати толпок с горнамент где в него поучаствовать три ночи он начинается пол бы там часа три-четыре команду найти и команду найти да и стримить неудобно что и ни одного в дискорде сидеть прям так я просто т.г. очень отошел как на ну потому что на т.р. нельзя стримить если бы я постоянно играл на т.г. на т.р. то возможно бы и поучаствовал а так нет да была идея я потом на пару дней уехал из города и это были последние декады можно было зарегать команду не на победку репутация плюс 2 да я же меча те кто носит фамилию бронте то есть мяча матушка станет эль бронте а глория она бесфамильная вот чем дело то есть глория это только до вариантства не сдалось меча дипломатия плюс один красноречие плюс один прекрасно глория бронтежа нет везде в сценах посмотри там просто глория да она как бы да родилась по другой линии так нет ее как бы взяли в семью да не взяли в семью скажем так не по бумагам так между огней последние несколько месяцев в доме бронте неспокойно пока тесс пропадает в поездках по провинции по судебным делам неприязнь между степаном и глорией перерасает настоящую вражду даша брат на правах наследника раз за разом пытается поставить сестру на место чтобы та вела себя как ей положено по сословию глория отказывается признавать его власть и их ссоры ежедневно сотрясают дом вернувшись из очередной поездки отец собирает степана глорию натана и тебя в своем кабинете мор и вид отца превокушает что разговор будет трудным панцы вызовут смотрит на родителя глория заранее готова воспалить и убежать а танкика стоит в стороне дети наша семья уже давно добивается дворянского меча каждый дворянин из урода бронте обретает потомственный титул таков завет вашего деда вот только спросили каждый дворянин то есть получается натана матушка нет титул не получит ну и мы бы тоже не получили если бы мы не были дворянами да 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 ну как говорится потомки наши уже будут все последующие будут дворянами алса а все последующие если супруг супруга тоже будет дворян дворянкой дворяном дворянином так получается ох уж эти дела средневековые господин роберт видите просто глория тогда что здесь делаю я когда у всех бронте приписка и то верно здесь должны остаться только бронте спрятать слушай меня степан глава семьи все еще я если так печешься от чести проявиваю уважение к отцу что поделать не все из надаваряне но сейчас как никогда нам важно единство мы должны вместе заботиться о репутации и достатке семьи а ты степан без конца унижаешь глорию отец я лишь пытаюсь поставить ее на место ты прекрасно понимаешь чем нам грозит любое внимание глории за каждым нашим шагом следят знань заклимит наш род по золорам на всю жизнь если вновь вспомнят о грязном происхождении глории и твоем безрассудном браке с людей отец багровеет но с огромным трудом удерживает себя в руках это так где столько сил положил на то чтобы исправить твои ошибки прошу отец не совершай их заново голос подает глория я лишь пытаюсь жить господин роберт а степан хочет засунуть меня в клетку чтобы меня никто ненароком не увидел дело вовсе мне это ты родилась просто людинкой но не принимаешь свое дело творишь что тебе заблаго рассудится вечно недовольна порядком вещей отец ты знаешь что она на нарушение всех запретов продолжает писать стихи для тебя любой кто тебя перечит бунтовщик когда ты поймешь что тебе нельзя спорить с дворянином я наследник семьи и мое слово для тебя должно быть доконом отец багрови это берет кулаком по столу редко его можно увидеть в гневе и старший брат и сестра мгновенно замолкают на танк страйк забивает самый угол получите оба пусть лучше скажет мортис он наблюдал за вашими сколками со стороны ему видней кто из вас прав все на нас решили спикнуть судя по количеству ответов не виднее поддержать стефана защитить глорию отправить глорию в валону валона это у нас на отдых отправить не хватает ни манипуляций ни отношения с Глорией и с Натаном не можем потому что мы не духовные товарищи глорию поддержать стефана плана на эту делу карта империи валона вот самый южный берег город самым большим настроем провинции макро не можем не можем 1 1 без вариантов ну ну как сказать сейчас циферки под набегут но уже 50 на 50 так что вариант по мне кажется есть все таки здесь карта мира всю игру прошло не знал да но здесь не много чего всплывает из карты монтис вот это мония герцог такой эйгер монийский и все северные провинции много чего так всплывает в одной из двух сцен а сульмина 50 на 50 делаем а как же так у нас 50 на 50 товарищи как быть я не могу два варианта переделать голосовалку давайте монетку подкидываем три что ты за человек такой так перевес один раз один чат чат определитесь еще один раз один два один три готово стримеры выбираем нет я я безбольный но и мною командует чат все завершение подержать ты строгим голосом отчитываешь Глорию страпа забыла про свое дело она неблагодарно ведет себя по отношению к семье которая обязана всем бронте дали ей кровь благополучие и место в мире почему она так стремится разрушить это своими же руками Глория закипает я в то согласен чат она просто людинка которая в жизни не работала и не страдала а вы ее живете где семью значит всю жизнь молча сидеть в своем углу так брат ты притекаешь гневную речь Глории напоминает что вы живете в империи где у каждого есть удел и свое место нельзя ставить благополучие семьи под удар только потому что сестра недовольна этим миропорядком портис прав Глория меня тоже много не устраивает в порядке вещей каждый день в службе я борюсь за то чтобы облегчить жизнь простого народа на мне лежит ответственность за ваше честное имя и всю семью я прошу тебя нет требую не посещай никаких опасных в сборище хотя бы на людях веди себя скромно как полагается нескорожденный хорошо господин бронте тихо произнеся последние слова в подникшие Глорию уходит в свою комнату тебя она не удостаивает даже взглядом отец провожает ее с тяжелым вздохом наконец она прислушиваться ничего умертис пусть она погрустит в одиночестве зато перестанет стягивать нашу семью в неприятности отец соглашается но остается сидеть в кабинете в расстроенных чувствах Глория не спускается к урну и за весь следующий день она не прородонила ни звука минус один единство минус один земельный спор знойное утро застает тебя на службе ты начинаешь привыкать к новой должности и обязанности порой тебе заходит отец чтобы узнать о твоих делах и помочь советам однако он уже убедился что ты справляешь с работой и сам в тюрьме тебе предстоит первое разбирательство порученное приобретом в связи с рабочим столом ты изучаешь обстоятельства дела в магии суть проста дворянин из небогатого рода Эль Авила много лет был вынужден сдавать часть своей земли зажиточному мещанину по имени Базиль Юнг простой линин исправно платил положенную ренту срок аренды истекает еще не скоро и тут Эль Авила подает иск он хочет проднать Юнга со своей земли потому что тот выстрел на ней красильню по договору у мещанина Юнга есть право возводить на земле любые постройки однако дворянин считает что земля принадлежит только ему значит ему и решать что на ней может стоять Базиль Юнг же отказывается уходить с земли так как срок договора не истек обе стороны должны явиться к префектуру за разрешением тяжбы первым в твоем кабинете появляется истец господин Эль Авила это старейший но не по годам ярко одетый дворянин он уверенно входит и занимает стол перед собой так в свет за ним входит Базиль Юнг кряжется мужчина с густой бородой в старом тюртыке сжимая в крепких руках шляпу простолин встает у твоего стола и покорно склоняет голову в те время слово берет Эль Авила господин судья я требую чтобы вы прогнали простолюдина Юнга с моих земель я не потерплю в своем владении эту шумную грязную уродливую красильню моя семья и так много лет терпит склады и немытых работников прямо со своим имением а теперь это превратилось в настоящий позор для нас если красильня не будет снесена решением суда тогда я устав Эль Авила сам возьмусь за дело успокаешь господина Эль Авила и даешь слово простолюдину Базиль Юнг отвечает хриплым основательным голосом господин судья я постройку красильни вложил все до последнего гроша так вот же ясно гласит что пока земля у меня в найме можно возводить любые постройки в начале господин Эль Авила вовсе не возражал а теперь требую взять снести красильню и разорить мою семью не бывайте дома господин Эль Авила в ответ кричит и возмущается обманом хитрого простолюдина продатый Базил Юнг упорно оправдывается и тычит толстым пальцем договор полуденное солнце нещадно плавит воздух тебе предстоит разрешить твою первую тяжбу потребуя взятку от Юнга ты наберегаешь простолюдину что на исход дело может повлиять ценный подарок узнакомить расторжание ты предлагаешь закон по которому все подобные дела будут решаться в пользу дворян хозяев земли спорить тренирование дворянина Эль Авила и защит права Юнга хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе я тут отхожу взятки берете значит да что деньги дают а у нас есть так семья дом бронте положение семьи то есть репутация богатство единство это все может на что-то повлиять скажем так так что у нас получается что мы не взяточники мы не взяточники вот так вот чёрт победил мы не взяточники мы просто плохие люди которые законом решают все власть это не это власть не народу это в пользу дворян заканиваю расторжение так чтобы не говорилось в договоре простолюдин не может держать целое производство на землях дворянина без его дозволения а сейчас все нет основания разорвать сделку между дворянином простолюдином значит на такие случаи префектура должна принять нужный закон ты откладываешь решение по делу и отпускаешь эльвилла и базива юнга служба префектуре это не только судейство вы вправе и выпускать постановления действующие в провинции и даже самый молодой судья вправе предложить провинции свой закон чтобы таких случаев не повторялось нужно закрепить право дворян и разрывать любые договоры связано касающиеся их собственной земли ты корпусное предложение нового закона в нем ты пишешь владение землей это основание дворянской власти именно землей благородный род обретает титул и наследуемое дворянство меча дворянин истинный господин своей земли и должен иметь право на любой момент вернуть себе собственные владения изи да изи плюс красильный для дворянина составленный тобой закон горячо поддерживают другие судьи на их долю тоже выпадает немало споров между дворянами и их арендаторами теперь у них будет способ легко и быстро разрешить такую тяжбу одобряет закон и сам наместник провинции гай темпест имя бронте на таком важном документе укрепляет репутацию семьи в высшем свете анизоти когда новый закон принимают ты возвращаешься к делу эль-авилла и уже с полным правом разрываешь его договор с базилием юнгом земля возвращается в полное распоряжение дворянина а красильный ты веришь снести да вы что господин судья я же все все в это дело вложил моя семья голодать будет ты напоминаешь что теперь за твоим решением стоит закон провинции даже не в меру по упорному базиллу юнгу придется приходится признать твою правоту на неудачливого красильщика жалко смотреть его коренастая фигура словно жалость на глазах он уже не пытается перечит понимая что разорен позвольте поблагодарить вас господин бронте хоть это за него время но теперь право во дворян магры на землю защищено куда лучше от происков разбогатевшей черни обещаю засвидетельствовать вашу порядочность среди других дворян меча а то в новом законе пишут многочисленные газеты с недавних пор наводнившие собой анидоти одни превозносят молодого судью из семьи бронте и называют себя защитником вечных дворянских прав другие газеты яростно осуждают закон он лишает смысла любые договоры аренды и отнимают у простого сословия возможность надежно обустраивать свои промыслы и мануфактуры вести земли где их можно построить принадлежат знать плюс достаток у нас на магри плюс порядок карьера плюс вот очень много такого будет что либо в одну либо в другую сторону на таких качелях мы будем 4-4 мало то есть нужно наверное здесь вот 36 судья 7-9 будущий префект а 10 уже тиранья дворян репутация плюс запас силу минус чат чат это серьезно это серьезно можем уснуть стоя и на шпагу упасть раза 3 понимаете без запаса сил и и и и и и и и то и 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 Я. Голос и воля императора Утера II в провинции Магра. Герцог Меланит, каким бы землями и титулами ни обладал, обязан исполнять волю и распоряжение своего государя. Я протягиваю руку в знак примирения. Пусть герцог смирит нрав и дальше владеет своими землями и титулами. Герцогу застает наместника дерзким ответом. Землямарак Магры испокон веков принадлежала роду Меланидов. Мы, часть империи и верные слуги императора. По достигательству на свое исконное право наш род не потерпит. Еще никогда герцога не лишали права предоставлять имперскую власть в собственной провинции. Помните, господин наместник, кому из нас приносили клятвь в верности благороднейший звариан Магры? Ни герцог, ни наместник не желают уступить. Но оба слишком влиятельны, чтобы в одночасье избавиться от противника. Жда между двумя аркнами затягивается. А теперь жертвами все чаще становятся простые люди. Герцог Меланид, утратив право собирать налог, решил обложить жителей городов и деревень Магры новой податью. Теперь простолюдины обязаны выплачивать налог сперва наместнику, а затем герцогу. Магры стонет от гнета сразу двух податьей. Многие наотрезно отказываются платить второй сбор, называя его безаконом. Но имперский легион во главе с молодым военачальником Дориоутоном безжалостно отбирает у гристиана Герцога все, что причитается герцогу. Так, что по достатку, чат? Мне кажется, минус. Борьба за власть. Подарок семье. Последний год стал для вашей семьи испытанием. Забота о будущем дворец и меча, пристальное внимание городской знати, герцогу прямо между Степаном и Глорией. Сегодня вечером озабоченный отец собирает всю семью за столом во дворе. Дыграет закат, дует легкий ветер. Однако, вместо ужина на воздухе вас ждет семейный совет. Посреди стола лежит раскрытая золоченная шкатулка. Внутри виднеется целая розыска драгоценностей. Семья. Сам герцог Меланид почти у нас по даркам. Вот уж неожиданность. Я решил, что все имеют право об этом знать. Тесто разворачивает приложенное к шкатулке письмо. Господин Д. Роберт Бранте. Дарую эту шкатулку вам и вашей семье в знак заботы о подданных своей провинции. Примите дар и помните, кому должны быть верны истинные дворяне Магро. Герцог Магрийский. Тарквини из рода Меланидов. Семья изумленно разглядывает драгоценности, сверкающие ухладящим солнцем. Все это стоит немало денег. Но герцог прекрасно знает, что я на стороне префекта Эльборна и на месте какая темписта. Неужели он думает, что наша преданность может так безостенчиво купить? С другой стороны, герцог ничего от нас не требует. А семейная казна сейчас несет большие расходы. Отец, никто не принуждает нас вставать на сторону Меланида. Да и кто мы такие по сравнению с герцогом? Нельзя гневить его и отвергать дал. А драгоценности нам очень кстати. Такими не стыдно поделиться с лучшими семьями Анизоти. Они проложат нам дорогу к дворянству меча. Машка сокрушенно качает головой. Ох, Роберт, чувствует подарок, не доведет нас до добра. Должно быть, я лежу в зоне в свое дело. Но все же не хочу, чтобы наша семья оказалась должниками герцога. Ничего бы, принимать дары от Меланида. Но он прославился только тем, что угнетает простолюдинов и обдирает деревни своими поднасями до чиста. Это уже не тебе решать, Глория. Отделай чести и семейной репутации. Прошу, не ссорьтесь снова. Пусть мурцы скажут, что делать с этим подарком. Взгляды всей семьи обращаются к тебе. Твое слово будет решающе. А можно я как бы в сторонке поставил их? Раздать знати. Вы принимаете герцогские драгоценности вместе с Тефаном, а вы пустите их на подарки в городской знати и заручитесь благосклонностью дворян. Завернуть в подарок. Ты убеждаешь отца дослать шкатулку обратно к герцогу и продать драгоценности. За круглую сумму. Так, ну почти 50 на 50. Теперь 50 на 50. Давайте первое, второе. Раздаем. Отвергаем. Неподходный чащ. Да. Тогда тоже взятку не взяли. Раздать знать. Плюс один. Опять 50 на 50. То что не будешь делать? Как, как, ну, что-то не специально. Давайте, перевес. Иначе я иду за монеткой. Иначе я иду за енудом. Пусть сама тыкает. Вмести монетку вообще рядом. Монетку сто лет уже не пользуюсь, потому что есть карточка на все. Теперь важнее. Чат, переголосуем или монетку кидаем? Так. А-а-а. Опа. Чудо есть. Что, там все еще 50 на 50, да? Переголосуем, переголосуем. Монетка кидаем не доверяется. Вместе один это голос. Проголосуем. Так, ладно. Так, кончу. Так, переголосуем. Че это? Повторим еще раз. Нет, кидаем, что тут. А, судьбу стимии решать? А, подкину-ка я монетку. Хм. Мы опять устанем на шпаку, пойдем. Мне кажется, так же будет 50 на 50. Что вы мне рассказываете, будет 50 на 50. Давид и Карат, дублоны. 50 на 50, чат? Я заряжаю монетку. Так, решка у нас будет что? Раздать знати. Орел. Отвернуть подарок. 50 на 50. Ладно, первая побеждаем. Но я подкидываю. Я проебал монетку. Ладно, два голоса первая победила. Где-то 10 рублей валяется. Раздать знать. А где? Она улетела. Но там победила первая, потому что на два голоса. Я считаю. А где монетка? Нашел монетку. Пригодится. Соглашаюсь со Стефаном. Дар герцога отвергать не стоит. Молучше пустить его на важнейшее семейное дело. Получение двое вариантов меча. Стефаном, определите, кому, когда и как поднести подарки. Я тоже склонялся к этому решению. Да будет так. Напишу герцогу ответ снижающей благодарностью, но твердо скажу, что не имея сторон. Я по-прежнему служу префекту и наместнику. Будь осторожен, дед. С меланидами шутки плохи. Но герцогу не в чем тебе будет нас упрекнуть. Я и Мортис распорядимся драгоценностями как следует. В следующей неделе вы со Стефаном назначаете встречи, посещаете приемы и праздники. Ты обнаруживаешь, что ничуть не хуже старшего брата разбираешься на те анизоти, их отношениях и пристрастиях. Чедрые подарки и ваша с братом обходительность высоко поднимаются в югло дворянства. Одно плохо. Семей на казне не останется ни одной монеты про запас. Репутация плюс два. Тайные планы дипломатии. Его проблемы, что ничего не просило взамен? Ну это как бы герцог провинции. У него нет проблем. Начался уже второй год твоей службы в префектуре. В дверь кабинета стучаться. Ты оторваешься от бумаг и разрешаешь войти. Внутрь прорассказывает секретарь Эльборна. Префект желает тебя видеть в своем кабинете. У него к тебе важное дело. Эгустин Эльборн выглядит уставшим и постаревшим. Но он все так же радушно приветствует тебя. Ты садишься в кресло напротив борода. Эльборн просит секретаря налить вам вина. Рад видеть вас, господин Эльборнте. Как вам дается судейская служба? Должен сказать, я внимательно служил за вашими империевыми делами. Вам уже пришлось рассудить непростую земельную тяжбу между дворянином и простолюдином. На таких случаях в провинции будет все больше и больше. И вам пора спросить себя. Как вы, судья, будете разрешать этот великий спор между сословиями? Посмотрите вокруг. Жизнь в империи меняется. И наш с вами дворянский судейный долг примирить сословия на основе закона. Но на этом пути у префектуры стоит преграда. Многие дворяне, а в особенности аркны, все еще пытаются жить по древним традициям. Для них нет никакого закона, кроме дворянского судочестия, где все решается знатностью рода или поединка. Они признают судебную власть префектуры и открыто пренебрегают новыми имперскими законами. Что же говорить о спорах между аркнами и людьми низкого сословия? Иные аркны скорее перережут простолюдин на месте, чтобы не тратить время на разбирательство. А ведь закон гласит, что любой поданный императора имеет право на справедливый суд. Вот вам вопиющий пример. Дорио Оттон, военачальник нашей провинции. Вам доводилось с ним сталкиваться? Этот аркнийский господин известен своей страстью к дуэлям. Мимо него нельзя пройти, не оскорбив его честь. На поединок с ним погибло уже множество дворян людей. А уж сколько простолюдинов он решил жизни просто откупе. И поймите, Бранте, этих людей не кому защитить, кроме нас. Удел не позволяет простолюдинам брать в руки оружие. А дальше же, если бы они посмели пройти против удела, то все равно они по силам справятся с Оттоном, одним из лучших аркнийских воинов. Безнаказанные убийства, которые творит Оттон, должны прекратиться. Мы должны остановить и подобных ему. Над этими варварскими традициями должен восторжевоствовать закон империи. Но сейчас я не в силах осудить Оттона. Провинция все еще живет старыми традициями, а люди остаются бесправными перед родовой властью аркнов. Сейчас невыслимо, чтобы аркн ответил за свои преступления перед судом. Мы должны изменить это шаг за шагом. Я ищу в вашем лице союзника, Бранте. Нам с вами предстоит укрепить власть имперского закона в Магре. Эту власть должны признать все, от простолюдина-бедняка до самого высокородного аркна. Мы покажем, что закон – это не просто еще один дворянский способ погнетать простых людей. Закон империи, как и божественный закон, властвует над каждым, смотря на любые сословия и титула. Поэтому я обращаюсь к вам, Мортис, Бранте. Станьте вместе со мной и вашим отцом на сторону закона. В каждом деле вершите право судей и принимайте справедливые решения, кто бы перед вами не стоял – простолюдин или родовой дворянин. Так, одно за другим, мы остановим дворянский произвол и добьемся признания верховенства закона по всей провинции. Но нужно вам вас сразу предупредить. Я не всесилен, и даже здесь, в префектуре, у меня много противников среди судей. Они пока не смеют идти против меня напрямую, но наверняка будут строить козни против вас. Что скажете, Бранте? Вы готовы встать на мою сторону и изменить нашу провинцию к лучшему? Готовы поддержать меня в борьбе с самоправством старых дворян? Станьте на защиту простых людей от Дориоттона и вот подобных. Ты обещаешь, что Эль перефекту, что поддерживала замысел, ты не можешь принять предложение Эльбурда. Поехали. Эльбурда отменяется. Цель Борна, значит, Опер? Интересно. Сколько бы раз я в эту игру не играл, все идет по-разному. Обещания иногда дорого стоят. Так, встать на сторону Эльбурда. Ты решительно киваешь. Ты готов поддержать Эльбурда и починить дворян и архнам законной империи? Тебе понятны риски этого пути, но ради будущего империи и ее жителей, ты готов на них пойти. Вы скрепляйте обещание рукопожатия. Префект удовлетворенно откидывается в кресле и указывает на бокал с вином. Я вас не сомневался, Баранте. С вашим молодым пылом и способностями мы свернем горы. Тост за торжество законов Магри. Ваши бокалы звенят друг об друга, при губе вина, префект продолжает давать наставления. Помните об осторожности. На этом пути у вас множество врагов, как среди многоогущественных дворян, так и в числе других судей префектуры. Я не всегда смогу вам помочь. Мое собственное положение слишком шатко. Прошу вас не гневить наших противников сверх меры. Я не хочу подставлять вас под удар. И последнее. Спешка в этом деле опасна. Слишком резкое ужесточение закона против других дворян может привести к тому, что они возьмутся за оружие. Такое уже случалось в прошлом. И мы не должны допустить восстаний и погромов. Всегда будьте справедливы, но осмотрительны. Рад, что вы на верной стороне. Я рассчитываю на ваши усилия. А вы, в свою очередь, можете положиться на меня. Удачи вам в службе, на благо Империи. Можете собранте. Ты возвращаешься в свой кабинет. На столе все так же разложены бесконечные бумаги. Казалось бы, ничего не изменилось. Но теперь ты знаешь, какое огромное и важное дело таится за твоей ежедневной службой. Ты садишься на стол в задумчивости. Что тебя ждет на этом пути? Черт, пять минут назад черт должна знать свое место. Да-да-да. Обещание Альборна. Тогда обещание Альборна. Поддержите его в борьбе с дворянским произволом. Кто-то всегда должен страдать. Какой биполяркой страдать будет чат, походу. Старый друг. На инезусе спускается вечер. Зновенная духота сменяется долгожданной прохладой. После дневных дел ты не торопливо возвращаешься домой. Сворачиваешь знакомый с детства переулок. Ноги будто сами выносит тебя к месту детских игр. Остатка останков деревянной крепости. Как много изменилось той поры, когда ты играл здесь с друзьями детства. Погрузившись в воспоминания, не сразу замечаешь, что ты здесь не один. Те приближается высокая фигура в офицерской форме легиона. Непослушные карстановые волосы. Лукавый огонь в глазах. Какие люди? Бранте. Стоило мне вернуться в город, таково же я вижу. Друг детства заключает тебя в объятия. Нашу когорту недавно перебросили сюда. Починение магрийского региона. Я охраняю покой родной провинции. Ну, давай делиться новостями. Хочу гостить тебя ужином. Поговорим, вспомним старые времена. Томас остекается. Толь вдруг замечаешь, насколько старше он стал. Лицо старого резче, чек грубее. Глузак куда больше усталости. Чем привычного азарства. Хотя должен предупредить, Мортис. Я сейчас не самая благонадежная компания. Уже успел нажить опасных врагов. Такая связь может плохо сказаться на твоем имени. Так что если хочешь, чтобы нас видели вместе. Ничего, я пойму. Улыбка на лице Томаса тускнеет. Все, чат, как по выбору. Пишем любыми цифрами. Четыре цифры можете написать, чат. Да и в этом голосовании. Уйти не можем, потому что... Мы могли бы уйти только если бы мы... Во-первых, не были дворянами. Во-вторых, не было бы с дружбой. У нас и то, и то. Ты не упустишь шанс пообщаться со старым другом, чтобы ему не угрожало. Ты протягиваешь домосу ладонь. Вы крепко пожимаете друг другу руки. Не забываешь старых друзей, Бранте. Вот и правильно. Ну, вперед. Хм... Ты оправляешься в трактир. По дороге вспоминает детские похождения на этих самых улицах. В трактире вы высаживаете на лавку в дальнем углу. Томас велит обслуги и принести добро, вина и закуски. Ты расскажешь о новом деле. О том, как прошли твои первые годы после возвращения в Анизоте. Делишься новостями о семье. О замысле добиться потомственного дворянства. О спорах между старшим братом и сестрой. О здоровье матушки. Томас озабоченно кидает. Не просто вам приходится. Тогда ваша семья была не похожа на другие. То ли дело у меня. Отец сюда же трусится в мастерской. Мать по-прежнему занимается хозяйством. Только вот я вернулся, служив лодным дворянином. Хоть я этому не так ужират. Томас вдруг резко мрачнеет. Ты расспрашиваешь старого друга, в чем дело? Тот, быстро оглядевшись по сторонам, снижает голос. Я же теперь капитан в легионе провинции. А кто у него военачальник? Его превосходительство Дуриот. Представляешь, служу по тем самым артам, которому умудрился еще в Этерне дорогу перейти. Так он меня еще и запомнил. Ох, боюсь, ничем хорошим этот не кончится. Ну ладно, справляюсь как-нибудь. Не бери в голову. А так служба как служба. Наводим порядок в беспокойных городах и селах, ах, не провинции, узнаешь ли. Уж транс утра до вечера, само собой. Но знал бы ты, Мортис, как мне надоели казармы. Я вот уже о семье задумываюсь. Мне мать все твердит. Дайди себе добрую невесту, мол, давно пора. Вы разговариваете с Томасом до самой темноты. Наконец, он спохватывается, что его уже заждались дома. Вы поднимаетесь с лавки, оставляете со собой пустые тарелки и ни одну опустошенную бутыль. Уходя от Играем Класс замечаешь, как вслед за вами из глубины зала двинулась неприметная фигура. Пока вы с Томасом идете по улицам родного квартала, ты то и дело оглядываешься. Однако следившая за вами тень куда-то пропала. И вот вы уже на... С днем рождения. Спасибо, Паренгейт. Мне кажется, с днем рождения сегодня. Я не против, я не против. Я в Дед Мороза сегодня уже поверил. Поверил в том, что у меня день рождения второе. И вот вы уже на своей улице. Стоите в полдьме меж шаронетических домов, как и много лет назад. Ну прощай, Брандем. Понизнуть я теперь бываю только изредка. Нашего города вечно марши по провинции. Но если будет на то воле близнецов, скоро свидимся. Отношение 5. Береги каждую свою жизнь, даешь ты на путьстве другу. В отличие от нас, которые жизни своей не бережем совсем чот. Репутация минус 1. Тем временем. Зато. Зато. Сил набрали. Набрали. Еще побольше. 30 я нибудь. А давайте, наверное, еще одно почитаем. Я буду закругляться. Супает первая годовщина твоей службы в префектуре. Ты уже не юный студент. Ты успел освоить, что знание и исполнение законов лишь самое малое из того, что должен иметь судья. Ни одно важное дело не обходится без лавирования между буквой закона, мнением дворянского света и интересами властителей провинции. На второй год службы у тебя на столе оказывается все больше исков против дворян. Просто людины больше не мирятся с притеснениями и ищут защиту имперского закона. Твоей защиты. Карета везет тебя по улицам серебряного квартала Низоти. Я начал с того, что тебе передали письмо с печатью радуши. Я срочно желаю видеть бургмистр провинции Реми-Эль-Верман. Ты хмуришься. Приглашение бургмистра совершенно точно связано с твоим очередным делом о газете Кворума. Это дело гордит обернуться большими неприятностями для всех, кто к нему причастен. Малый Кворум ведает сбором и распределением налогов провинции. Несколько лет назад брат императора Корнелли Темпи создал закон, что по которому места в Кворумах провинции стали выделяться не только дворянам, но и зажиточным простолюдинам. А теперь простолюдин Малого Кворума начали выпускать и распространять по Низоти собственную газету. В ней неяростно ставят права низкого засловия на участие в управлении провинцией. Стоит за выпуском газеты богатый промышленник Майер Эггман, хозяин серебряных рудников. Его же перу принадлежит нашумевшая статья, в которой он требует от наместя Гая Темписта являться на заседание Кворума. Достаешь газету, чтобы перечитать статью Эггманта. Мы требуем, чтобы господин наместник, почетный Гай Темпист, перестал пренебрегать нашими собраниями. Мы получили законное право заседать на Малом Кворуме от нашего императора Утера II. Наш голос должен быть услышан и принят над неместником во внимание. Карета останавливается на площади у роскошного здания ратуши. Отсюда имперские чиновники ведут управление городом, решают хозяйственные и денежные дела, а не зотки. Тебя сопровождают по витой лестнице к палатам самого бургмистра. Ты оказываешься к лицу с Реми Эльверманом. Несмотря на почетный возраст, бургмистр держит гордоливую осанку, тонкие резкие черты лица выделяют в нем аристократа старых кровей. А, да, господин судья, из семьи Баранте, верно? Благодарю, что быстро прибыли, но наше дело не терпит от дологательств. Не буду тратить ваше время и перейду к нему сразу. Ведете дело о газете Малого Кворума, не так ли? На меня посыпалось множество жалоб на газету о дворян, старейших членов Кворума. Они справедливо считают, что статья Мэйра Эгмонда оскорбила нашего наместника Гая Темпеста, Аркна из великого имперского рода. Прогместер, городоуправляет, да, мэр, мэр, мэр города. Этим выскочим простолюдивно, мало того, что их допустили к управлению, благо состояния провинции, что уже само по себе нарушение их низкого удела. Хоть вы, господин Баранте, и заслужили свою манчу недавно, но должны понимать, что дворянская часть не потерпит таких оскорблений. Я ожидаю, что вы исполнили свой судейский долг и немедленно найдете основание закрыть эту жалкую газету. Ваш первый префект Эльборн может иметь другое мнение на этот счет. Но если вы, господин Баранте, проявите мудрость и смекалку, то поймете, на чьей стране в этом деле быть выгодней. Вы молоды и можете пойти далеко, если обзаведетесь вероятельными друзьями. Поэтому жду от вас единственно возможного и справедливого решения по этому делу. Надеюсь, вы будете благоразумны. Прощайте. Ты отвечаешь на службы с тяжелыми мыслями. Эльверман прав. Для закрытия газеты достаточно одного твоего приказа. Не нужно даже искать никаких оснований. Ты, судья и дворянин, а газеты выпускают простолюдины, пусть и богатые. А газета не нарушила никаких законов. Статья Эггмонта лишь требовала, чтобы наместник прислушивался к мнению к форума. Ты можешь отклонить жалобы дворян и показать простолюдинам, что они могут положительно справедливость от префектуры. Но можно не сомневаться, что такой вердикт придет в ярость Эльвермана и многих твоих коллег-судей. О том, что дело газеты поручено тебе, узнает и отец. Он посещает тебя, чтобы дать совет. На моем положении не позавидуешь. Сложно разрешить это дело в пользу одной стороны и не разогнал в другую. Сын, а не попытаться ли тебе примирить их? Устроим светский прием и пригласим на него Майера Эггмонта и старых дворян с куорума. Если удаться решить их спор, то никто не помешает тебе узаконить газету. Даже Эльверма не станет возмущаться, если жалобы дворян прекратятся. Стоит у отцу уйти, как у тебя новый посетитель. В кабинет заходит твой знакомый судья, Карл Фокграбен. Он оттирается по сторонам, прежде чем начать. Бронте, я слышал, что он поручен разобраться с той Мещанской газетой. Сложное дело, такие требуют достойные награды для судей. Как насчет обратить его в свою пользу? Вы же с префектом Эльборном на короткой ноге, чуть ли не родственники. Если господин-префект подпишет нужный приказ, то можно не только закрыть газету, но и заять напечатавший ее станок. А вот моим друзьям среди дворянк форума не помешало бы свое печатное издание. Я бы с радостью помог передать изъятный станок в благородные руки. Судитесь сами, и вредную газету закройте, и поможете достойным господам дворянам доносить свои мысли, и вознаграждение за свои старания получите. Всюду польза. Подумайте, бронтен. Когда все посетительные крест составляют тебя, ты остаешься в пустом кабинете наедине с решением. Если закрыть газету, то насколько далеко заходить? А если подтвердить право газет на существование, то каким путем? Закрыть газету? Не закрывать газету? Узаконить газету. Ты устраиваешь прием, чтобы на нем примирить Эггманта и дворян форума. Это позволит тебе узаконить газету. Изъять печатный станок. С помощью префекта размываешь станок, в котором печатается газета и передаешь его дворянам корму. Тайные планы. Неожиданно, да? Дипломатия. Запастил. Отношение с префектом у нас есть. Закон! Закон! О! Вы узаконите, что ли? Я обстановку, честно говоря, спер. Почему бы нет? Так. Узаконим у газетки. Отдых. Да что такое этот ваш отдых, да? Девова газете. Ты права очень несколько дней договариваться о встрече, передавая приглашение высокопоставленным дворянам малого форума. Проходят за ней все твои связи и знания о высшем обществе Вианизоте. А чтобы прием был достоин положения собравшихся, семье приходится потратить значительную часть забережений. Не себе, я на него получил. Зачем? Зачем мне спонок вообще? Мне лучше, я плачу деньги за станок. Это стоило немалых усилий, но тебе удается собрать в своем доме и дворянских, и мещанских представителей малого форума. Тое приглашение принимает мэр Эггман, хозяин газеты. Покисанным лицам дворян видно, что они не в восторге от нарушения вместе с простолюдинами, но им приходится облиять приличие в чужом доме. Ты пользуешься этим, чтобы деликат начать переговоры. Чтобы печатать деньги, правильно. Ты сообщаешь собравшимся, я поручен и делу о газете. И ты склонен читать такое начинание, как газета малого форума, полезным. Но только в том случае, если газета будет одобрена всем малым форумом, она должна представлять взгляды всех участников, как простолюдинов, так и дворян. Тое заявление выживает у собравшихся целый шквал возмущенных возгласов и споров. Наконец, слово берет владелец газеты, Майя Реггланд. Уженный вид и богатый наряд промышленника делают его похожим на дворянина. Низкое происхождение в нем выдают только грубоватая манера говорить и отсутствие благородной осанки. Господин судья, в ваших словах есть доля правды. Мы и прямо стали выпускать газету, не спросив мнения благородных господ. Если они дадут нам печатать наши статьи, что ж, я буду готов публиковать и их взгляды. Вновь поднимаются горячие споры. Некоторые дворяне наотрез отказываются иметь общую с простолюдинами газету. Самые упрямые из мещан кворума настаивают, что они и так имеют право на собственную газету. Лавируя между двумя партиями, ты наконец заставляешь их прийти к соглашению. Решу нам. Как владелец газеты, я объявляю ее законным вестником малого кворума. Любой из благородных господ сможет опубликовать не свои заметки, а состояние дел провинции. Тя окружают промышленники и торговцы наперебои восхваляя твое искусство в вести и переговоры. Сегодня ты защитил не только газету, но и все прорастуя сословия провинции. Отец, весь вечер державшийся в стороне, одобрительно хлопает тебя по плечу. Прекрасная работа, сын. Ты не пошел против справедливости, но и настроил против себя влиятельных дворян. Даже бургомист Ройльверман будет не к чему придраться. Уверен, твои дела в префектуре пойдут в гору. Лишь бы слава защитника простого народа не обратила себя во вред. Вечер закончен, гости покидают дом семьи Бронте. Мог ли ты представить, что в этих знакомых с детства стенах будешь решать государственные дела? И карьера, и правосудие плюс. Богатство минус. За пассиву минус. Защитник народа. Событие произошло. А! Народ Анижотти возносит тебя как защитника прав простолюдинов. Профит. Ну, да, нет, наверное. Дов предков. Так. Ну все, да, на сегодня все. Завтра опять же выхожу в эфир. Завтра у нас какое? Тридцатое. Завтра, послезавтра? Видите меня здесь, может опять же, не восемь, чуть позже. Если, если я опять не уснул. Так, всем до завтра. Продолжим бронте. Можно опять санкцию поиграем. Посмотрим, как будет. Всем удачи. Стой, стою. Что случилось в наших лесах? Другой часовой пояс. У меня плюс 3 от Москвы. Чат есть, что отвечу. Продолжение следует... Продолжение следует...